МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках конкурса абхазских вин состоялась анонимная дегустация, по результатам которой будут выявлены победители и призеры. Художественному руководителю легендарного вокально-инструментального ансамбля АПСН-67 Нодару Сагаре исполнилось 70 лет. Президент Абхазии Аслан Джани отбыл с рабочим визитом в Москву. В рамках визита глава государства проведет ряд встреч в российской столице. Об этом сообщается на сайте президента Абхазии. 12 вопросов включено в повестку дня второго заседания сессии парламента 7-го созыва, которое состоится в среду 27 апреля. Новому составу предстоит утвердить 9 парламентских комитетов, а также их персональный и численный состав. Также должны быть избраны председатели парламентских комитетов. К ситуации на Украине. В ночь с 25 на 26 апреля российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили два склада боеприпасов в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России. 87 украинских военных объектов были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией. 79 из них – районы сосредоточения живой силы и военной техники. Также были уничтожены две пусковые установки и два склада с боеприпасами. В течение суток ракетные войска и артиллерия России выполнили 1299 огневых задач. Поразили 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций артиллерии и 21 склад боеприпасов. В течение последних дней в Приднестровье произошло несколько взрывов. Пострадало здание Министерства госбезопасности в столице и радиотелецентр в поселке Маяк. В связи с этим в ПМР установлен высший красный уровень террористической опасности. На 15 дней сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента ПМР. Силовые структуры переведены в усиленный режим нанесения службы. Госадминистрациям поручено оказывать правоохранителям содействие. В результате происшествий никто не пострадал. Теракты расследуются спецслужбами. В республике отменили массовые мероприятия, в том числе военный парад и салют на 9 мая. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзенба поздравил на итальянском языке народ Италии с днем освобождения от фашизма. Министр подчеркнул, что его соотечественник Абхаз Султан Пабба сражался вместе с итальянцами против фашизма в Италии. Несомненно, мы не должны забывать тот факт, что наши народы были едины в борьбе против фашизма. Абхазия исторически имела экономические и культурные связи с Римской империей, Византийской империей, а также с 13 по 15 века имела активный диалог с Генуей. Теперь в сегодняшних условиях мы можем перезапустить наши двусторонние отношения, сказал политик. У меня учили по-настоящий язык в Италии, в Италии, в Италии и Поке, в Италии, в Италии, в Италии и в Италии. Это феста национальная, который праздновал каждый 25 апреля, для празднования о liberации от Италии, на конце концов национальной войны и на финитива падение от фашизма. Это был важный день для истории истории, символа резистки. Я также хочу помнить, что нашу конназональность, Абхазо Султан Пабба, боролись с итальянами против фашизма, и мы можем забыть, что наши народы были уничтожены в борьбе против фашизма. Я также хочу сказать, что Абхазо исторически уничтожены колорами и культурами с империером и бизантией. В XIII и XV веке, мы сохранялись активно связи с Генуа. Конечно, мы можем разбереться наши отношениями. Это очень важный момент для нас. Мы у нас много потенциальных в этом контексте. Наша белая республика индивидуальна находится между Нар Нерой и Монтанной Каукасой. Конечно, мы боремся по-другому за нашу индивидуальность и сейчас мы собираем. У настоящее общество национальности находится на туризме. Конечно, у нас очень красивая природа и очень госпитальность. Я хотела бы приглашать представители итальянской организации в Абхазии. Наши молодые люди очень активны для наших стран и для наших народов. И, конечно, по-другому, кооперация между нашими организациями и нашими странами может быть очень интересной. Основная встреча молодых итальянцев в Абхазии, я хочу повторить благодарность за праздниками. Спасибо большое. С 18 по 21 апреля специалисты Министерства просвещения и языковой политики приняли участие в первой международной ассамблее Российской академии образования. Главные темы мероприятия – преодоление трудностей в обучении, традиционный и инновационный подход в педагогике, мотивация школьников и многое другое. В ассамблее приняли участие педагоги, ученые, авторы успешных педагогических проектов и другие специалисты. Репортаж Гугу Цивардания. Образовательная неуспешность или трудности в обучении, традиционные и инновационные подходы в педагогике, развитие навыков, коммуникация, креативное мышление. Эти и другие вопросы стали главными темами обсуждения на первой международной ассамблее Российской академии образования. На мероприятие также были приглашены абхазские коллеги. Для нас это правда высокая честь, потому что это было очень важное событие для всей Российской Федерации. А мы не просто принимали участие, мы были, можно сказать, главными гостями этого мероприятия. Ученик в современном мире – формула успеха. Главная тема – ассамблеи. В течение четырех дней обсуждались вопросы психологического и физического состояния детей, каким сегодня должно быть образование. В докладах участников поднимались темы эмоционального благополучия и качества жизни обучающихся, создания комфортной психологической среды. Первый заместитель министра просвещения и языковой политики республики Ада Кварчелия выступила с докладом на тему «Современное образование. Успешный ученик». Живем в очень таком нестабильном мире, быстроменяющемся мире. И, естественно, все вот эти процессы, которые происходят, они влияют на саму систему образования. И сегодня каждая страна пытается найти наилучшую модель образования, где в центре, конечно, сегодня ученик. Было очень много интересного материала, нового для нас материала. Ну и вместе с тем, и мы тоже смогли донести, что мы тоже на передовой сегодня. Эти же актуальные проблемы, которые стоят перед такими огромными государствами, буквально такие же проблемы и у нас. На мероприятии также было отмечено, что учители практически самый главный фактор успеха в обучении. Вопросы мотивации важны. Если даже есть разновидности для школьной и учебной литературы, при всем при этом, если учитель не будет подготовленным, никакого успеха у ребенка не будет, мотивация у школьника, его настрой, его эмоции, это все зависит только от педагога. Поэтому подготовка современного учителя – это и есть главная задача именно современного педагога. Вот это вот наш нарадив, что мы строим процесс обучения, опираясь только на содержание учебного материала, да, абсолютно независимо от успеха ребенка, да, вот это, конечно, является нашим главным препятствием. Может, ребенок не понял материал, а я вот сегодня иду и начинаю с новой темы. Ассамблея собрала тысячи специалистов из России и стран ближнего зарубежья. В мероприятии приняли участие педагоги, преподаватели ведущих университетов, ученые. Сборная команда Республики Абхазия курсантов специального факультета военного института физической культуры заняла пятое место в общем зачете и первое место среди курсантских команд в международных соревнованиях по ски-альпинизму «Саянский марш». Конкурс проходил с 12 по 14 апреля в рамках армейских международных игр 2022. Наша сборная уступила командам, участники которых являются специалистами горной подготовки и служат непосредственно в горных подразделениях. Всего в соревнованиях принимали участие команды из восьми стран. Выполняя специальные задачи по маршруту, курсанты института показали хорошие результаты в технических действиях и преодолели марш на лыжах общей протяженностью 50 километров с оружием и имуществом весом более 25 килограммов. Общественная палата объявляет о приеме заявлений от политических партий и общественных организаций на замещение двух вакантных мест путем конкурсного отбора. Прием документов будет осуществляться до 16 мая. Телефон для справок 226-02-38. Членом общественной палаты может быть гражданин Абхазии, достигший возраста 21 года. Членами палаты не могут быть президент, вице-президент, депутаты парламента, члены правительства, судьи и иные лица, замещающие государственные должности, члены органов местного самоуправления. В республике проходит первый национальный конкурс абхазских вин. Из поданных заявок уже отобрано 38 образцов. На винзаводе состоялся следующий этап конкурса – анонимная дегустация, по результатам которой будут выявлены победители и призеры. Обладатель лучшего вина получит приз в размере 1 миллиона рублей. Репортаж из Магуланца. Каждая бутылка тщательно упакована. Образцы идентифицируются только по порядковым номерам. Перед членами жюри, помимо бокалов, специальные дегустационные листы. Оценок, вкусно или невкусно, для описания вина недостаточно. Дегустация – сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Дегустатор должен оценить внешний вид, аромат, вкус и общие впечатления вина. А для этого необходимо максимально задействовать зрение, обоняние, вкусовые рецепторы и, конечно же, опыт. Сегодня на суды экспертов представлены 13 образцов вин. Мы были удивлены, что есть пробы вина, которые достойны пройти конкурсную дегустацию. Из них мы отобрали 38 образцов, которые сейчас будут представлены. Вчера было представлено, мы проанализировали 11 образцов. Это вина, которые были выработаны из винограда сорта «Изабелла». Сегодня мы на дегустацию предоставим 6 образцов белых вин. Это столовые вина. Сейчас по новой классификации это уже ординарные вина. И 7 образцов красных сортовых вин. Дегустацией предшествовал долгий процесс. Конкурс был заявлен в конце февраля. Тогда же стартовал прием заявок на участие. Параллельно проводился отбор вин. Следующим этапом стал лабораторный анализ образцов по физико-химическим показателям. В первую очередь, когда образцы мы отбираем, мы, во-первых, смотрим на санитарное состояние помещения. Это самое основное, что должно быть у каждого винодела. Чистота – это залог здоровья не только для организма человека, но и для вина. Прежде чем проба поступила к нам в лабораторию, мы осуществляем экспресс-дегустацию. То есть мы отбраковываем вина на явные такие пороки. Это в аромате, в цвете, который отображается, естественно, во вкусе. Был образец, он по органолептике у нас прошел, а по физхимии он не прошел. Бывает и такое. Образцы, получившие наивысшее количество баллов, будут определены как лучшие. Обладатель гран-при получит 1 миллион рублей. Также будут объявлены по три призовых места в номинациях «Лучшее абхазское белое» и «Красное вина 2022 года». Я, например, благодарен руководству этого завода, Николаю Владимировичу Ачба, Валерию Борисовичу, всему коллективу, которые взяли на себя такую иношу. Это подстегнет, во-первых, тем, которые сегодня занимаются производством. Это пойдет на пользу не только им лично, это пойдет на пользу и всей республики. Конкурс носит имя Николая Ачба, известного винодела, основоположника промышленного винодели Абхазии. Главные цели конкурса – поддержка местных производителей, повышение качества продукции и развитие винодельческого потенциала республики. Финальный этап и награждение победителей состоится 29 апреля. Народный артист Абхазии, художественный руководитель легендарного вокально-инструментального ансамбля «Апсне-67» Нодар Сагария в эти дни отмечает юбилей. Именитому музыканту исполнилось 70 лет, большую часть из которых он посвятил служению профессии, чем заслужил любовь и признание публики и коллег. Нодар Сагарий сегодня в работе его творчество дарит людям радость и хорошее настроение. Смотрите репортаж Сарик Варсхелия. Народный артист Абхазии Нодар Сагария был в пятом классе, когда впервые взял в руки аккордеон. Любовь к музыке привил ему дядя, который был аккордеонистом в государственном ансамбле народной песни и танца Абхазии. Однажды дядя уехал на гастроли, оставив свой музыкальный инструмент дома. Любопытный и зачарованный звуками аккордеона маленький Нодар взял инструмент и стал пытаться играть на нем. Однако подружиться с ним ему удалось не сразу. Играть на черных клавишах инструмента стало для него проблемным. И он стал сам подбирать музыку на белых клавишах. Мама говорит, что у него получается, он когда приехал с гастролей, месяц посидел, позанимался черным клавишем, уже начал притрагиваться. Но для любого музыканта белые потом они на черные клавиши переходишь, это всегда с таким, знаете, так бывает. Целеустремленный маленький музыкант спустя полтора месяца занятий с дядей научился играть не только на белых, но и черных клавишах. Однако тесные отношения с музыкой у него начались, когда он стал учиться в Гудаутской музыкальной школе. После ее окончания Нодар Сагария поступил в Сухумский институт. Его сразу же позвали играть в институтский оркестр. Затем пригласили в ансамбль Райда, а потом и в легендарную группу Апсна-67. В репертуаре Апсна-67 были песни абхазских авторов, которые исполнялись на родном языке в современной аранжировке. Шли годы, менялся состав ансамбля, неизменным оставалась только популярность. Феномен популярности Апсна-67 в том, что их музыка остается простой, доступной и сегодня. Своё не будешь петь, никому ты там нигде не нужен. Какое бы ты ни был, своё продвигали максимально, насколько могли. Тогда времена тоже были, извините меня, не такие простые. Но один нюанс расскажу. В 1985 году мы поехали на гастроли в Камбоджу. Это юго-восточная Азия. Репертуар был абхазский, там были и русские песни, и английские, но это концерт. И вот песню Люда пела в Шичнане. А там перед каждой песней, ну, маленькую аннотацию. И мы рассказывали вот эту песню, соответствующую этому времени. Почему? Да как бы были концерты, что эту песню мы по двору запели. Многие песни, которые исполняет Апсна-67, такие как «Сасуардын», «Нанекерафама», стали настоящими хитами. По мнению артиста, музыка – разнообразное и интересное искусство, в котором каждый находит свой жанр, стиль и ритм. В Советском Союзе выбор из групп, которые люди могли слушать, был невелик. Тем не менее, были талантливейшие музыканты, которые захватывали умы и сердца многих слушателей, говорит Нодар Сагария. В то время то, что было, максимально старались услышать. Музыка для Нодара Сагария – неотъемлемая часть жизни. Традиционный вопрос – если бы не музыкант, то кем бы вы хотели стать, может, космонавтом? Нодар ответил, что музыка и есть космос. Ведь любой исполнитель на сцене, который общается с публикой языком музыки, понятен людям разных стран и континентов. А в детстве мне нравилось играть в футбол. Добавил он. Моя мама почему-то не хотела. Они смотрят телевизор, упал, за голову схватился, ногу держит. Мама говорит, нет, нет, нет. Ну, музыка, а потом... А музыка тоже такая. Ты сидишь дома, а потом можешь на полгода на гастроли уехать, на 2-3 месяца. А он мне сказал, лучше бы ты в футбол играл. Нодар Сагария прививает любовь к музыке и своим внукам. Однако пока по стопам дедушки никто из них не пошел. Возможно, дело времени, говорит народный артист. Средний внук. Ну, дети же сейчас все, технологии сами знаете. И вот он как-то пришел, дедушка говорит, послушай музыку. Я так послушал, я говорю, бога, это не та музыка. Я ему включил, такие хорошие, хорошие, именитые музыканты. Он... Кого-кого ты включили? Эл-Джиро есть такой. А потом я его... Сейчас он... Включишь музыку, он уже знает, что это за группа. Ну вот, не хочет заниматься музыкой. Не знаю. Может быть, пока не время. Музыкальные предпочтения современной молодежи отличаются от наших, говорит Нодар Сагария. Между тем, по мнению артиста, дети у нас талантливые, и им нужна поддержка и условия, чтобы учиться и развиваться. Люди, которые, так скажу, курируют искусство, спорт. Без этого нету продвижения. Я пожелал бы, ну, молодым музыкантам, им ничего не надо желать, они хотят. Они хотят, они могут. Опять-таки, все упирается в базу. Народному артисту Абхазии, художественному руководителю легендарного абхазского вокально-инструментального ансамбля «Апсна-67» Нодару Сагария исполнилось 70 лет, большую часть из которых он посвятил служению музыке, чем заслужил любовь и признание публики и коллег. Нодар Сагария и сегодня в работе. Его творчество дарит людям радость и хорошее настроение. Сария Кварцхеля, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 27 апреля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Лишь местами к концу дня возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 8-13, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова